Марк, а вы как видите ситуацию сейчас? Оказывается давление на Украину? Я думаю, да. Я думаю, оказывается. И вот почему. Потому что администрация Байдена, у нее есть основания опасаться исхода выборов в ноябре. Дело не только в первичных дебатах, которые состоялись 27 июня, но и в целом некоторые неуверенности, она связана, конечно, с состоянием здоровья Байдена. Она, очевидно, порождает риски разные и так далее. Конечно, нужно собрать сумму очков для того, чтобы продать это американскому избирателю. Разумеется, вопрос Украины все-таки не первичный. Разумеется, вопросы внутренней политики, как это обычно бывает в американских компаниях, имеют более первостепенное значение. Но все-таки затрачены были за два с половиной года войны американская администрация, известные силы, средства в это вложились, что называется. И нужно продемонстрировать результат. Первый результат – это то, что Украина выставила. Слушайте, два с половиной года собрались брать за три дня Киев, и вот результат. Это тоже будет отнесено в актив. В актив американской администрации, и Байден наверняка в ходе кампании будет на этом постоянно наставить. Второе. Что важно, что война не может длиться вечно. Американцы не любят вечных войн, да, и они за историю 20 века много раз это демонстрировали. Нужно показать, что да, вот эти вот действия, вот эти усилия привели к тому, что сейчас мы близко подобрались к переговорному процессу, для того, чтобы войну закончить, и сохранить суверенитет Украины. И это можно продать американскому избирателю. Я не знаю, в каком процентном выражении это эквивалентируется, да, сколько это поможет Байдену, процент, полпроцента, не знаю, на выборах, но нужно показать, что это все пришло к тому, что есть конкретный результат. Не война бесконечная, в которую волей-неволей втянут американский истеблишмент, ну, как сказать, американский избирательный, платильщик, а что она, видимо, и конец имеет, да. Но это стратегия на четыре месяца до выборов. Потом уже, конечно, она может измениться, потому что если Байден почти чая не останется президентом, это его последний срок, четырехлетний, он в таком возрасте, там, на девятом десятке, ему, по-моему, будет абсолютно все равно, будет ли он проводить эту политику или другую. В конце концерта, для него лично это уже роли не играет. И, конечно, я соглашусь с Владимиром Владимировичем, что, например, изменение, если придет Трамп, оно больше непредсказуемо. Действительно, Байден все равно сохранит политику, несмотря на это давление, может быть, на Киев вы сейчас нам подыграете, и я объясню, почему это не работает, кстати, то с Трампом вообще непредсказуемо. Ну, вообще Украина не нужна. Как говорят? Я договорюсь с Путиным. Если бы был бы я, а не Байден, войны вообще не было. Мы в 24 часа договоримся, это одно из заявлений Трампа. Он, правда, их менял, они так чехардой взаимоисключающие от него звучали, но, тем не менее, он вообще в силу эгоцентричности и эксцентричности определенной, он считает, что он сам все решит. Зачем ему Украина, зачем ему советоваться с Киевом. Что касается давления, вы знаете, выглядит все так, что это какая-то все-таки игра дипломатическая, публичная, потому что когда Зеленский говорит, а давайте мы по принципу зерновой сделки тоже проведем трехсторонние вот эти соглашения, не связанные между друг другом, ну, с обязательствами опосредованными. Ну, это как-то, в общем, по зерну это можно так делать. Но когда стоит вопрос о войне, по-моему, перспективы у такого формата нет. То есть все-таки здесь непосредственное вовлечение должно быть в переговоры сторон, припосредничестве и всем остальном. И мне кажется, учитывая то, что озвучил Путин, абсолютно нерешаемый вопрос с ультимативными требованиями, предварительными условиями для начала переговора в виде фактического освобождения четырех территорий до административных границ. Территория Украины, это четыре области, это отмена всех санкций. Я не понимаю, как третьи страны могут вообще быть связанными с этим требованием, потому что они хотят отменять санкции, не хотят не отменять санкции. Как вы их заставите? Ну и третье, это внеблоковые статусы Украины, это вечная песня, так сказать, и так далее. Это же ведь нереальные требования, их невозможно исполнить. Вряд ли Путин будет слишком быстро маневрировать в сторону отказа от этих предварительных требований, предварительных условий для начала переговоров. Поэтому выглядит заявление того же Зеленского, который как бы подыгрывает американская администрация, говоря, ну нет, неправда, мы расположены к переговорам. Вот и швейцарский формат, если до выборов, какого планируют в Америке, пройдет, то туда может быть приглашена Россия, что мы вот из Китая, мы и то, мы и это. То есть я все-таки думаю, что никто в переговоры в эти четыре месяца вообще не верит. Пока в Америке не определится тот, кто займет овальный кабинет, по-моему, все это будет все в виде игры, не более. Марк, мы с вами где-то месяц назад, вы, наверное, не помните, но я хорошо помню, именно это и обсуждали. И у нас с вами были радужные прогнозы, что вот-вот и небо над Украиной могут закрыть и разрешат бить по территории Российской Федерации вглубь, да, и вооружение побольше дадут. Но что-то мы не видим как-то ускорения этих процессов. Как вы думаете, с кем это связано? Почему Запад все-таки и сейчас не спешит преломить ход войны, грубо говоря? Ну, какой-то небольшой прогресс все равно есть, так сказать. Дома была. Дома за слово «небольшой». Да, все-таки вообще не давали западными вооружениями использовать для ударов по территории Российской Федерации, ну, конституционной территории в ее границах. Это произошло параллельно с такими же разрешениями, которые дала Франция, которые дала Великобритания, и дискуссиями, которые с 26 февраля начались, когда президент Макрон заявил о том, что, в принципе, может сложиться ситуация, при которой и условия, при которой контингенты могут появиться на территории Украины, как раз европейские. Так что медленный прогресс есть, но он, конечно, недостаточно. Он затягивает, он усугубляет войну и так далее. И для того, чтобы решиться, для этого нужно, наверное, вот я вот о чем пытаюсь сказать, что он должен выиграть выборы. Ему будет все равно с точки зрения последствий таких решений. А сейчас есть оглядка на то, что, а вдруг это повредит, а вдруг это приведет к непредсказуемой эскалации. Москва может ответить непредсказуемым же образом, и тогда что? Выборы будут проигрывать. Ну, ведь вообще американская история такая, что раз за разом на ход войны или поддержки одной из сторон в качестве союзников влияли политические выборы. Ну, так часто бывало. Это в России нет ничего. А в России вспомним войну вьетнамскую, частично афганскую, потому что это тоже был предвыборный тезис о том, что нужно вывести войска из Афганистана, при том, что сейчас отвешивают на Байдена. Но, честно говоря, справедливости ради, не Байден начинал эту войну, не Байден отвечал за ее ход. Но на него пришлось август 2021 года, когда пришлось позорно действительно выводить войска. И к власти пришли те, с кем 20 лет воевания. Это действительно очень обидно. Понимаете? А что же армию афганскую создавали и так далее? В этой ситуации, смотрите, я не считаю, что до конца этого года прогресса по самолетам и по отдельным видам ракеты дальнего радио действия мы не увидим. Я думаю, что мы его увидим, прогресс. Ну, точно, если Байден останется президентом в ходе выборов в начале ноября, и, ну, может быть, если Трамп все-таки победит на выборах, и достаточно быстро станет понятно, что договориться он не может. Вот в чем особенность Трампа? Он действительно искренне убежден, как девелопер и полукриминальный бизнесмен. Ну, такая у него психология, понимаете, что обо всем можно договориться. Вот это тебе, вот это мне. Путин не собирается договориться по поводу Украины вот на таких условиях. Понимаете, что для Трампа понимание того, что тебе 20%, нам 80%, да, это нормальный бизнес. Ты же вообще ничего не имел с ноля. Путин же хочет все 100%. И не оставляя никаких возможностей взамен, предлагая воздух. Воздух это, а мы вот сдайте Украину, мы ее заберем, и тогда мы дальше не пойдем. Мы не пойдем в Балтию, в Молдову, мы не пойдем в Сувалковский коридор. Вот что предлагает Путин. Больше ничего, у него нет других условий. Вот Трамп этого не может понять. Для того, чтобы ему это понять, ему надо, как с Ким Чен Ином, встретиться на границе, встретиться с Путиным. Такой же второй серии Хельсинской конференции, в свое время пресс-конференции, где он опозорился, значит, говоря о том, что собственным спецслужбам он доверяет меньше, чем Путину. Ну, он вообще эксцентричные заявления обожает делать, потом сам не знает, зачем он это сделал. Вот ему надо убедиться непосредственно. Он встретится с Путиным, тот скажет, не-не-не-не, мы вот так не пойдем, я хочу не только 20%, я хочу ограничение суверенитета Украины, внеблоковый статус, демилитаризация, армия 80 тысяч, непонятно, чем вооруженная, если это демилитаризация всего оружия, который был предоставлен в ходе войны. И тогда, конечно, Трамп это поймет. Кто-то скажет, нет, он не поймет, он такой человек, но у него уже окружение внутри республиканской партии, в его штабе такое, что наряду с его сыном, который настроен на антиукраинский, есть уже и появились люди, ну, такие условные ястребы, такие традиционные крестоносцы, да, которые сроду при всех администрациях республиканских работ, уже их дети, там, внуки, от неаконов, и заканчивая разными там изоляционистами, и вплоть до разных других, и они будут его тащить в сторону более жестких решений. Это объективно. Все равно президент это должность, но это еще и коллективный институт. И поэтому, естественно, зайдя на эту должность, он не сможет действовать предельно произвольно. Даже в случае, когда была его каденция 16-20 год, он вынужден был Рекситилюса менять на Пампео и так далее. Ники Хелли сидела представителем в ООН, ну, и так далее, и так далее. Что-то отдаленно подобное будет и в новой администрации, если он победит. Поэтому отсюда какой вывод, что, в принципе, действительно, более или менее каждый будет действовать почти равным образом. Украине будут помогать с разным темпом. Придет Байден, точнее, останется, или придет Трамп, все равно с разным темпом будут помогать. Другой вопрос, что за просто другое, в принципе, и общество, и, так сказать, вовлеченных в войну союзников, давайте с этим как-то закончим. Давайте предпринимем решительные действия, чтобы с этим покончить. А рецепт здесь действительно военный. Здесь нет дипломатического рецепта. Вот в чем все дело. А вы как считаете? Хочет ли Путин продолжение играть в длинное? Смотрите, там присутствует и Блев с его стороны, безусловно. Если ты так уверен в долгосрочной войне, и считаю, что издержек она не несет. Ну, экономика действительно самое последнее место занимает здесь, соображение. Я, кстати, в поддержании этого тезиса о том, как западное сознание не принимает вот этих издержек. Там, по-моему, передача Феллана или кого-то было, когда Крым взяли в 2014 году, они говорят, вот дурак Путин, теперь ему придется платить за содержание вот этих крымчан. То есть, вот в их представлении это материальное выражение, оно определяющее в том смысле, что, ну как, это же нагрузка, там бюджет. Конечно, это совершенно, мы имеем дело совершенно уродливым, архаичным сознанием, в котором это вообще на самом последнем месте. Путин не несет издержек, которых он опасался, в связи с гибелью значительных людей на войне, мобилизованных, профессиональной армии, контрактников и так далее. Он увидел, что это не опасно. Это не опасно. Он ровно поэтому и частичной мобилизации в сентябре 22-го года известное время сопротивлялся, потому что известно, что к нему с мобилизацией приходили и Шойгу, и Герасимов, начиная с мая 22-го года. Ну, события 9 мая, а же дальше он 9 мая на выступление объявит эту мобилизацию. И сейчас он тянет, несмотря на то, что генерал армии Валерий Герасимов, глава генштаба, к нему приходит и говорит, да, но мы должны расширить, нам не хватает 300-400 тысяч личного состава для того, чтобы решительный перелом наступил. Он тоже этого опасается. Но, тем не менее, он видит, что это не несет издержек. То есть никто не возмущается, даже ропота армейского, ну, это всегда в армии, в окопе всегда есть ропот. Неважно, я вот тут на фронте бывал, в Украине, везде начальство ругает. Но здесь-то, понимаете, я много раз привожу пример, нравится ли генералитету участвовать в войне, я имею в виду российскому генералитету. Пример генерал-полковника Лапина, который сейчас угадает округ, до этого группу центра возглавлял, на него вешали вину в 22-м году за харьковскую операцию провальную. У него погиб сын полковника. Ну, родной сын. Мы можем что угодно говорить, но это твой сын. Сына накрыли в Харьковской области, в штабе, ну, возможно, военная разведка узнала, где он находится. Сын погиб, полковник Лапин. Ну, то есть, получается, что у генералитета тоже затяжная война, да, она тоже несет и такого рода издержки. Он готов, Путин эти издержки несет, потому что, ну, вы же понимаете, что когда война идет один день, какое-то одно количество людей погибло. А два дня, а месяц, а год, а десять лет. Там и сам генерал Лапин сгинет, понимаете, рано или поздно куда-то что-то прилетит. Война-то современная, это не как во время Второй мировой или на протяжении второй половины 20-го века. Тут, знаете, ракета летает, не смотрит, не говоря уже про дроны. Поэтому с этой точки зрения, конечно, затяжная война может иметь в качестве опасного, рискованного для Путина последствия. Ну, вот это, так сказать, недовольство внутри армии, оно самое опасное, потому что именно армия должна возметиться. Но он совершает какие-то действия для того, чтобы на опережение. Вот он каких-то генералов за коррупцию, меняет руководство Минобороны. Все это, по-моему, косметические вещи, но тем не менее он об этом думает. Знаете, как у психологов, они сейчас спорят, а у Путина тревожное сознание или нет. Любой человек, который тревожится, он же, в общем, ну, это внутреннее расстройство личности влияет, много чего, да. И вот люди спорят, ну, как человек 25 лет, который сидит на вот пороховой бочке, значит, имеет такое спокойствие. На самом деле, возможно, это и не так. Но тем не менее, у Путина ведь тоже вариантов немного. Затяжная война дает ему вот этот инструмент блефа для того, чтобы, говоря о том, что я к войне к такой готов, наша индустрия работает, он даже экономиста назначил на пост министра обороны, да, так сказать, повторяя опыт Устинова, был такой Дмитрий Федорович Устинов, так сказать, выходит из Самары, значит, знал я, он из моего города земляк, значит, он не был никаким военным, но был блестящим министром обороны, создал ядерный щит и все такое. Вот они сажают сейчас этого Белоусова. С одной важной разницей, что Дмитрий Федорович Устинов не воровал, не было такой коррупции безумной. А этого сажают просто на поток. Но это министр гонки вооружений. То есть они много лет заявляли о том, что мы не будем участвовать в гонке вооружений, мы точно проиграем, Советский Союз через нее развалился и именно не выдержал соревнования в своей распорядительной экономике с США, главным своим противником, и просто исчезла, страна исчезла, не то, что там даже просто проиграли холодную войну. Тем не менее, они это делают. Сейчас они сделали министра гонки вооружений Белоусова, который должен наладить работу промышленности в интересах оборонного ведомства, да, и армии. Я думаю, что Путин, безусловно, хочет переговоров. Хочет, чтобы это каким-то образом остановилось, но с его дивидендами, с его очевидными точками, говорит Андрей Владимирович, чтобы он мог это продать. И в внутреннем контуре, да, ну не зря погибли, ну не зря. Ну вот у нас кладбище, 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 но не зря погибали. Смотрите, мы получили области, мы получили это, это, это. Но и на внешнем контуре, вот удивительное дело, он должен это показать тем союзникам, которые являются, ну большая частью страны изгоя, там от Северной Кореи, Ирана, стран вот этого глобального юга какой-то, вот сейчас термин принято, да, что нет мы силы, мы можем добиваться своего, что мы, так сказать, несмотря на неуспех в целом старта кампании военной в феврале 22-го года, мы свое выкружили, мы свое получили, хотя бы немного, и поэтому мы своих позиций глобальных не сдаем, мы претендуем, как и раньше, на место сверхдержавы. Для этого нет никаких оснований, для этого нет никаких ресурсов. Но, тем не менее, заявление об этом, это будет результат того, что Путин может добиться в ходе переговоров или любого другого окончания войны. Так что, сколько на самом деле его резерв, индустриальный, военный, дипломатический, другое, мы не знаем. Сейчас это уже тоталитарная система, в которой внутри все это покрыто тайной, мы не знаем. Это может так тянуться бесконечно долго, так может и оборваться. Мы просто не знаем ответа. Это может тянуться день, а это может тянуться 10 лет. Мы не знаем ответа, потому что никто ничего не знает. Понимаете, какой резерв? Мы можем только догадываться, что если истерия по переговорам нарастает, то, наверное, возможно, не все так уже и хорошо. Может быть. Может быть, тоже имеет основание. А может быть нет. Хорошо. Марк, а вы как считаете, что Запад еще может сделать, вообще реально ли, ну, не заставить, а вынудить, а уговорить, что ли, Китай, изменить свое отношение по результатам этой войны, чтобы для них проигрыш Российской Федерации, в общем-то, стал приемлем. Чтобы они не заботились о распаде, не распаде Российской Федерации. Тут все просто. Китай при своей бинарности цели, Китай не хочет, чтобы Россия проиграла, точнее, выиграла войну. Не надо этого делать, потому что иначе она обретет другой статус субъектный, да, по отношению к Китаю, скажет, ну, слушайте, мы тут вообще победители, еще мы будем к вам на поклон туда ездить в Орду за Ярлыков. А с другой стороны, не надо, чтобы она проиграла, потому что Путин исчезнет. А Путин абсолютно про китайский политик. Абсолютно кинский политик, так сказать, полностью зависимый. Вот эта зависимость должна сохраняться. Любые военные или политические события должны вести сохранение зависимости. Что может сделать Запад? Запад может только по двум пунктам заинтересовать Китай. Это Тайвань, да, то есть, если призом по окончанию войны станет интеграция, политическая интеграция Тайвана, при том, что Китай, я так думаю, открыто об этом заявляет, что мы можем что-то предпринять или будем предпринимать, еще неизвестно какой-то результат. Путин в известном смысле тоже непредсказуем в этом давлении. Но мы займем нужную сторону, если мы получим что-то реальное. Китай действует в своих интересах. Не в интересах Москвы, не в интересах Запада, не в интересах Украины, в своих интересах. Второе, это вот этот щекотливый вопрос ядерной безопасности, распространения ядерного оружия именно в Юго-Восточной Азии. Вот это очень чувствительный момент, потому что в свое время Северная Корея только единственная страна, наряду с Китаем, обладающая ядерным оружием в этой части Китайского. А если это ядерное оружие появится у Японии, у Тайваня, почему нет? А если оно появится у Южной Кореи, и что тогда с их доминированием, с их монополией ядерной? Да, то есть это как-то нежелательный ход развития событий. А ведь именно подмена принципа международного права, международный безопас, как ее понимает мир, и вообще, как она институтализирована после Второй мировой войны, Россия разрушает этот принцип, потому что они заявляют о геополитических реалиях, на земле, там что-то, красные линии, там, Новая Ялта, все на свете, а это, одним словом, объясняется право силы, которое должно быть преимущественным по отношению к международному праву. Никто не знает, как с этим быть, потому что если право силы, и если начнут все играть по принципам, которые Москва пытается пропагандировать, то тогда а что такого? Вот Москва передала Белоруссии ядерное оружие, установила тактические пять ядерных зарядов на ее территории. Почему то же самое Америка не может сделать на территории Южной Кореи, Японии, там ставят военные американские базы разместить ядерное оружие, и что тогда? Как изменится ситуация внутренняя, политическая, геостратегическая, да и экономическая в этой части света? Вот Китай в этом неизвестен, вот эти два пункта могут мотивировать Китай предпринимать какие-то решительные действия в отношении Москвы. Вы знаете, иногда сожалеешь о том, что страны Запада, демократического, они иногда не поступают в мировой политике, точно не копируют Российскую Федерацию, не ведут себя как гопники. Типа они не могут так себя вести. А вот жаль, знаете, вот действительно повышающаяся цена, повышающаяся цена. И иногда в крайних моментах, в крайних случаях там уже не церемонятся. Вот вспомним Карибский кризис, другие моменты, когда доходит до острова, там уже все, там появляется ясный бы генерал, и говорит, не, 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 вот так уже нельзя, давайте мы, вот у нас руки на кнопках и так далее, но это должно дойти до края. Вот если действительно эскалация ядерная, инициированный Путин, слушай, я хочу еще раз подчеркнуть, никто, кроме российских руководителей, про победительство не говорим, это с них спроса никакого, никто не говорит о ядерном оружии, его применении, размещении, вообще, это абсолютное табу, абсолютно, об этом не заговорили. Как-то Байден очень справедливо заметил, в начале 23-го, по-моему, уже года, он сказал, ну хорошо, если Путин не собирается угрожать ядерное оружие, тем более, его принять, зачем он все время об этом говорит? Об этом даже нельзя говорить, это абсолютная табу, да, но если ситуация дойдет до того, что война становится фатально неизбежной, или обмен ударами, или применение со стороны Москвы ядерного оружия, и надо будет реагировать, ты не можешь не реагировать, да, то тогда могут вступить принципы и решения, которые, честно говоря, не очень будут оглядываться на международное право, там, договоры, обязательства, уже будет все равно, уже совсем другие вступят rules вот эти, да, которые для другого времени рассчитаны, я бы так сказал. Продолжение следует...